Здравствуйте! В эфире новости на Саха-24 в студии Юлия Великодная. Тяжелый транспортный самолет Ан-124 «Руслан» сегодня утром совершил посадку в аэропорту Якутска. На его борту два новейших многоцелевых вертолета Ми-171, которым предстоит пройти испытания в сложных климатических условиях Якутии. Испытания машин, которые произведены холдингом «Вертолеты России», займут месяц. Программой предусмотрено около 20 полетов при температуре порядка минус 50 градусов с погодными условиями, допускающими обледенение. Специалисты намерены проверить работу противообледенительной и ряда других систем, которые отвечают за бесперебойную работу при экстремально низких температурах воздуха. Инцидент на шахте Рудника «Интернациональный» находится под контролем правительства. Об этом сообщил Егор Борисов на расширенном заседании Кабинета министров. Также в ходе совещания руководитель региона отметил, что на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым поставлен вопрос продолжения строительства второй очереди ГРЭС-2. Соответствующие указания даны членам правительства страны. Также Егор Борисов озвучил, что ведутся переговоры по включению в госпрограмму проекта строительства моста через реку Лену. Этим вопросом, помимо Министерства транспорта страны, занимаются компании «Российские железные дороги». Зимники в Среднеколымском районе пробьют к 20 января. Об этом заявил заместитель Минтранса Сергей Владимиров. Зимник по направлению Якутск-Среднеколымск уже открыт. На данный момент идет наращивание грузоподъемности на муниципальных дорогах. Планируется открыть зимники к 20 января. Напомним, что в начале прошлого года в Среднеколымском районе выпали осадки в 5 раз превышающую норму. Это стало причиной открытия зимников в поздние сроки. В этом году работы идут согласно графикам. Между тем, открыто движение на участке Момский район, поселок Белая гора. Проехать в этом направлении могут автомобили, чей общий вес не превышает 20 тонн. По автозимнику Устьянский район, поселок Белая гора, открыто движение до 10 тонн на участке Сеганах, Белая гора. Что касается обустройства переправы по направлению Алаиховский район, поселок Белая гора, здесь работы начнутся со следующей недели. До поселка Сеганах открыто движение транспортных средств до 10 тонн 9 января 2018 года. Опоздание от графика открытия происходит в основном из-за тонкого льда и от теплой погоды. За последние два года вот такая тенденция уже имеет место быть. Это не только по Аббийскому району, это и по всем арктическим и северным районам республики. К другим темам. Рекорд доярки Амгина Алёкминского отделения кладовой Алёкми стал примером для других. Теперь результат в 4 тонны молока стал планом для каждой доярки на предприятии. А пока идет работа над тем, чтобы полностью реализовать ведущий для выжитноводства 4К. Корма, коровы, кадры и комфорт. С подробностями Елена Фаст. Этот разговор с Дмитрием состоялся в конце октября. Тогда на старой белькерской ферме готовились к зимовке, то и дело поглядывая на новую. Следующая встреча состоялась как раз через месяц после новоселья. Просторный комплекс на 240 голов, много места, тепло и светло. Ранее только в России видел, как оно должно быть, когда сам ездил участвовать в конкурсе, рассказывает Дмитрий. В целом по предприятию за 2017 год надоели 558 тонн. И ведь это результат полученный людьми, которые работали еще в старом коровнике. Тогда же прозвучало одно обещание. В 2015 году Павлу Алексеевичу обещало, если он не построит коровник, то мы надоем 4 тонны молока на одну куражную корову. И как бы сказать, хотелось бы ему передать, что мы это сделали. Это не последние цифры. У кладовой Алёкмы большие перспективы. В первую очередь увеличим кормовую базу. В ней, а точнее в кормах, залог высоких удоев, отметил Николай Александрович. Есть идеи и есть реальные возможности. В Архангельске удоят от 6 до 9 тонн с одной пражной коровы. Мы хотим достичь таких условий. В следующем году планку поставили скромную. Это, я так уже говорил, 4 тонны. В Якутске выявляют незаконных таксистов. Сегодня сотрудники ГИБДД совместно с управлением Госавтодорнадзора вышли на рейд. Только за текущий год в Якутии произошло более 20 ДТП с участием таксистов. Половина из них – это перевозчики, у которых нет соответствующих документов. Продолжит Дмитрий Тымыров. После новогодних каникул таксисты в межрайонных пассажирских перевозах активизировались, так как многие возвращаются с отдыха в город Якутск. Но многие пассажиры не знают, как они рискуют своим здоровьем и даже жизнью, пользуясь услугами нелегальных таксистов. И вот сегодня во время рейда сотрудниками ГИБДД совместно с Федеральной службой по надзору в сфере транспорта был зафиксирован факт нелегальной пассажирской перевозки. Водитель транспортного средства осуществлял перевозку пассажиров с села Удачный, город Якутск. На коммерческой основе, как пояснили пассажиры, стоимость проезда составляет 8 тысяч рублей. Сами пассажиры на вопрос, почему они не спросили у водителя о лицензии и тем самым подвергли свою жизнь и здоровье опасности, решили просто промолчать и отказались комментировать ситуацию. Сотрудники управления ГИБДД напоминают, прежде чем воспользоваться услугами таксистов, пассажиры обязаны уточнить у водителя следующие данные. Должна быть, впереди табличка заказной, соответственно, должен быть тахограф, если это межгородно выполняются перевозки, должна быть также информация в салоне об индивидуальном предпринимателе, который оказывает услуги, соответственно, должны быть ремни безопасности, должны быть детские удерживающие устройства, все должно соответствовать требованиям безопасности. В свою очередь водителям также необходимо выполнить следующие пункты. При коммерческой перевозке пассажиров необходимо зарегистрироваться водителю в качестве индивидуального предпринимателя, во-первых, и соблюдать уже транспортное законодательство, это подать уведомления о осуществлении перевозки пассажиров. И также обязательно это уже наличие тахографа, страхование пассажиров. В случае, если водитель скрыл эти данные и не предупредил пассажиров, о нелегальности перевозки пассажиры могут подать на водителя в суд или не оплачивать полную стоимость проезда. Любые споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений, должны решаться в гражданском порядке, то есть через суд. Конечно, пассажиры имеют право подать на водителя о возмещении ущерба, опять же, стоимости билета, если он предоставляет некачественные услуги, через суд. Только за текущий год в Якутии допущено более 20 дорожно-транспортных происшествий с участием перевозчиков. Половина из них – это нелегальные перевозчики, которые осуществляют свою деятельность без соответствующих разрешительных документов и с нарушением правил дорожного движения. Управление ГИБДД Якутии напоминает, что за жизнь и здоровье пассажиров ответственность несет таксист. Дмитрий Томыров, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск. Продолжаем выпуск. Ваймеконской центральной больницы новая машина скорой помощи. Населенные пункты в районе расположены далеко друг от друга, поэтому от надежности машины зачастую зависит жизнь пациента. С оборудованием и проходимостью нового автомобиля ознакомились наши корреспонденты. Николай Московкин работает родителем скорой уже 9 лет и повидал всякое. Про машину говорит не многословно. Машина хорошая, ничего не ломалось вроде. Доехали без поломок, все нормально. Новый специализированный полноприводный автомобиль в северном исполнении оснащен самым необходимым оборудованием. Машина усовершенствована по всем стандартам. Больному можно оказывать помощь по ходу транспортировки. Находится датчик кислорода, находится у нас здесь кардиограф, находится дефибриллятор, то есть можно оказывать реанимационные мероприятия. В машине присутствует все медицинское оборудование, предназначенное для скорой неотложенной помощи. Машину еще необходимо поставить на учет, и только после этого начнутся трудовые будни нового автомобиля. Очень радует, что в конце 2017 года мы к Новому году получили такой подарок от Минздрава Республики Саха-Якути в виде машины скорой медицинской помощи класса «Б». Машина приобретена за счет федеральных следств по федеральной программе. Распоряжением правительства России были распределены машины между субъектами, а уже решением Минздрава одна из машин распределена в наш район. В ежедневном режиме, конечно, она работать не будет, потому что оборудование там дорогостоящее, а именно для оказания тяжелым больным медицинской помощи. Пусть у всех работников скорой будет меньше работы, и пусть как можно реже звучит на улицах поселка тревожный сигнал. Журналистов наградили за освещение тем экологии. Министр охраны природы региона Сахамин Афанасьев вручил серебряные медали и благодарственные письма. За прошлый год в газетах и на интернет-сайтах вышло более тысячи материалов про экологию. В эфир телевидение и радио порядка 600. Об этом сообщил министр охраны природы республики на традиционной встрече с журналистами, посвященной Дню Печати. За ту возможность донести информацию до читателей. Про охват я говорил, и мы этим охватом удовлетворены. И в нашей работе работали и участвовали все информационные площадки. Это республиканские, государственные, частные, телевидение, радио, печатные, электронные. И благодаря взаимодействию со всеми мы до 70% охватили аудиторию. И последнее освоить профессию геолога могут ученики поселка Депутатский. Там для участников пришкольного клуба «Юный геолог» организованы поисковые практики. С подробностями Туяра Семенова. В конце 80-х, в начале 90-х годов Депутатский оловорудный комбинат добывал около 6000 тонн металлического олова в стране. Сейчас это все осталось в истории заполярного поселка. Но мальчишки все равно мечтают об увлекательной профессии геолога. И они с большим интересом занимаются в пришкольном клубе «Юный геолог». Целью нашего кружка является формирование знаний о родном крае. Так как наш район является промышленным. И в окрестностях Депутатска довольно много минералов, которые дети находят. И это их привлекает. Члены клуба «Юный геолог» летом во время поисковой практики сами находили разные минералы и рудные залежи возле поселка Депутатский. Наш клуб очень интересный. Я бы в дальнейшей жизни хотел бы продолжить и выбрать профессию геолога. Профессия геолога очень интересная, увлекательная, ответственная работа. Для нее надо знать очень много предметов по типу физики, химии, географии. Юные геологи поселка Депутатский станут продолжителями горного дела своих предков. До сих пор считается у Олова Устьяне самое высокое содержание металла в мире. Туяра Семенова, НВК Саха, поселок Депутатский. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами.